Режим профилактики распространения коронавирусной инфекции вызвал среди населения ажиотаж. Люди бросились в магазины с целью запастись необходимыми продуктами в страхе, что в скором времени режим самоизоляции может привести к дефициту. Но такой исход жителям региона не грозит, отметили в правительстве. Более того, картофель, овощи, сахар, яйцо, куриное хлеб, хлебобулочные изделия Рязанская область готова экспортировать в соседней области. Заместитель губернатора Дмитрий Филиппов рассказал о том, что пищевые предприятия работают в штатном режиме. Порядка 10 тысяч человек. Это общая численность сотрудников пищевых предприятий области. Из них сегодня на удаленке или самоизоляции всего 500 человек. Остальные работают в нормальном режиме, но с ужесточением санитарных мер. Для предприятий закуплено более 800 тысяч масок, 333 тысячи пар перчаток, более 120 тысяч бахилов, тонны дезинфицирующих средств. Все меры профилактики соблюдаются и контролируются. На сегодняшний момент практически завершена подкормка озимых. Естественно, идет с работой с землей, баранование. И уже приступили к севу. На сегодняшний момент треть яровых зерновых культур посеяна. Ведет с сев и масличных, в том числе и подсолнечника, рапса, сахарные свекла. Полевые работы в регионе начались на 3-4 недели раньше средних многолетних сроков. Снег сошел рано, теплая сухая погода стоит с марта. В сельском хозяйстве практически нет людей, для которых нерабочие дни были нерабочими. Животноводство и посев – процесс непрерывный. Все предприятия региона работают в штатном режиме. На сегодняшний момент мы говорим уже о миллионе гектар посевной площади в Рязанской области. За последние годы увеличили, ну то есть кратно. Если говорить в среднем за год это 25-30 тысяч гектар. В последние годы губернатор региона Николай Любимов неоднократно обозначал среди приоритетных задачу по увеличению ввода земли в сельхозоборот. И в этом отношении регион – один из лучших в России. Это полностью обработка, термометрия, естественно, санитарная гигиена на рабочих местах, в том числе и ветеринарная. Все, по сути, в рабы в обычном режиме с более жесткими требованиями именно к медицинской безопасности. На месяц раньше обычного начался в регионе и противопожарный сезон. Он открылся 1 апреля. Это также связано с установившейся рано теплой сухой погодой. В связи с этим все службы пож-леса, а это более 150 человек и 400 единиц спецтехники, задействованы в работе. В регионе действует 30 цифровых наблюдательных вышек. В режиме онлайн можно отследить любое возгорание по камерам. Более 5,5 тысяч километров лесных дорог по 75 маршрутам. По ним ведется выезд специалистов в случае обнаружения возгорания. К счастью, серьезных лесных возгораний в этом году пока не случалось. А вот палы травы, которые весьма опасны, регистрируются в большом количестве. Подразделения пож-леса, в том числе, задействуются помимо службы, помимо МЧС. То есть, где есть угроза Гослесфонду или по договоренностям в определенном, естественно, специалисты выезжают и помогают в тушении этих возгораний. В очередной раз специалисты призывают рязанцев в пожароопасный период ограничить разжигание костров в лесу и соблюдать необходимые меры пожарной безопасности. Продолжение следует...